А спонсором сегодняшнего ролика является компания BoostMMR.ru Ребята уже зарекомендовали себя на рынке как надежный и максимально клиентоориентированный сервис. Главное преимущество BoostMMR перед конкурентами это поддержка на протяжении всего заказа, скорость выполнения и детальный мониторинг всего буста. В одном из последних обновлений сайта был переделан калькулятор цен. Теперь оформить заказ стало еще проще и удобнее. Ссылка на их сайт в описании, вам же приятного просмотра ролика. BoostMMR.ru Привет, ребят, сегодня я буду играть на кунке в оффлейне. Давно уже я не ходил на роль оффлейна вообще в целом. И на мой взгляд, кунг один из самых таких прикольных оффлейнеров, если вам не дали инчу, не дали бестмастера, не дали каких-то там аксов или может быть кентаверов в период Серега. То есть, если вы не знаете еще взять оффлейн, кунг всегда хорош. Его брал Паша из ВП, я часто вижу его в хайранкеде, но он требует исполнения, умения подать торрентом, умения в целом играться со вторым скиллом, умения играть крестом. То есть, если вы не умеете на него нажать кнопки, рекомендую сначала поучиться. Потом только брать в оффлейн. То есть, зайти даже в лобби, пробовать там торрент, крест, корабль, все дела. Я более-менее умею, поэтому буду играть сейчас на куночке. Надеюсь, вам эта игра понравится, поэтому это моя первая игра на оффлейне вообще на записи за долгое время, наверное, спустя много лет. Поэтому, если бы только вам реально понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайк, я буду очень признателен. Угромак с Веномом, кста. У него большой реген, может с первого же дара пробить его немного. Ну, типа, что мне? Хотя он с регеном меня сильнее пробивает. На первом новеле щиток Триманга. На мой взгляд, я всегда профитнее. Блочу всего немного. Щиток Триманга почти всегда профитнее. Почему? Потому что манга... О, тут трипла будет. Интересно. Заберите боти двероны, у нас трипла. Парни, вы чего? За карты смотрите. Отлично. Успели забрать роны? Я почти всегда беру Тайт Брингер на первом новеле. Почему почти? И нам нужно взять торрент, и там же выставить союзника. Я решил не брать, потому что за счет Тайт Брингера... Это мой Лайн Пауэр. Это мой Лайн Пауэр. То есть, если... Ну, что с Клайн Пауэр? Это самая мощная способность на Лайне. Благодаря нее я буду доминировать линию, либо же, ну, хоть как-то стоять. На Лайне старайтесь пропускать Дальника. Я не фанат этой Линии сразу же, не знаю всех особенностей. Но знаю, что если пропустить Дальника, то играть будет гораздо проще. Потому что Линия будет отпушиваться, и все будет круто. Как он хорошо блочит на эти магии. Но не лучше, чем я. О, не, лучше, лол. Первого Крепата старайтесь задонайт, нужно будет. Не получилось задонайт. И тогда когда... Блядь, ну... Не, ну, Альтвей стоит после бурды. Извиняюсь за мат, друзья. Простите, пожалуйста. Просто неприятно, когда ты играешь, и хочешь, чтобы у тебя все было идеально. И твоя идеальность это портится в таком моменте. Только идеально все делать пока, что у нас Трипла еще. На этой Линии топор обязательно купить. Прямо обязательно. Под Мангуста меня лучше регенюс. Это факт. Мага прохарасила. Нормально. Пока Трипла, нас устраивает вообще Экспа. Почему вообще Кунка берется в Харду? Потому что он более-менее стейтлайн нормальный, так вот более статичный, жирный герой. И, помимо всего прочего, этот герой может потом по игре кумбэкать. Очень хорошо. Единственное, что меня смущает, потому что у нас Трипла. Трипла в 2019 году. Еще Огр и Вичдок, это два самых страшных топорта на линии. Но этот Кунка, он славится тем, что он хорош за счет Экспы. Получаете Экспу, потом бегаете, помогаете команде, все нормально. Топорик я всегда беру, потому что за счет топора веришь в сторону по Крепам. А если он по Крепам больше, значит по Героям больше. Не буду пока ездить, а Брингер. У меня прям душат на этой линии, не хотят, чтобы я играл. А почему он с Каймаги ушел? Я не хочу соло против Триплы стоять. Мы же стояли с тобой нормально, ты мог помогать мне, а ты ушел. Ладно. Ну, похер. Ладно, похер. Стой в боте, я Экспу буду получать. Ну, в этом все суть у Флэйна. Тем более, когда про тебя Трипла. Экспу получаете, сейчас еще можно так учекать рейндж Экспы. Нормально, побегаю тут. Скажите, мне духат прям. Топ, скорее всего. Нет верифайра, фласки нет. Ну, тяжело было выжить, когда у тебя Триплой прям зонят и курить и реюзают. Ты не нужна в эрке, я говорю, давай я в соло буду стоять. Иди в боте лучше убивай. Тоби ты мне не поможешь. Помог, помочь мог Скаймаг, но он не захотел. Можно убить его. Правильно? А, там прогрызано. Это плохо, на самом деле, Скаймаг ушел, потому что вся суть кунки заключается в первых двух ловалах. Ты первые два ловилась и фрифармишь, что потом курс стоять не может. Вот, если ты не фрифармишь, то, ну, проблемы начинаются. Смотрим, натычку сделал, я бы донавил этого крипа. А так, по сути, вы покупаете сапог. Дегена побольше. Давай салтимага немножко. Семь беточковать нужно стараться. Хотя бы не у меня каска отскочила. Калфу бежит, не понимаю. Интересное решение. Второй скилл Макс на линии, сто процентов вообще без вариантов. Не попаду в торрент. Но там было тяжело, потому что дальность, конечно, неплохая. Но для того, чтобы пасть торрентом, желательно, чтобы у тебя был крест. Без креста тяжеловато попадать было в такой ситуации. Не достал немножко ДВД. Хороший тренд. Лучше. Я великолепно, что килл сдал от скидал. Это очень полезно. Нормально. Тяжелова такая пока что линия, триплан-трепло. Ну, типа, челы почему-то пришли, если ссорить триплой линию. Ну, что, придется отвечать. Играйте обязательно через крест. Торрент в однерочку, и крест берется. Да, нормально, прохарасил. Все время фейкуй торрент, типа, кидаю. Потому что когда-то фейкаешь торрент, из-за того, что щел падет, под него большой. Он спитал. О, подрон не подстал, но из-за этого крипа пропустил. X-mark спот. Можешь делать, ты пенобаззу хочешь. Я дам тебе X-mark или что. Ну, типа, когда будет. Сейчас меня нету. Не понимаю, что он хочет. Во-первых, денег я все время покупаю сначала брейсер, а потом физи. Я замутил себя, не хочу с тобой общаться. Не понимаю, что он хочет. Какую-то херню сейчас спамят. Сам он не линии испортил очень сильно. Нет смысла сейчас бить старым скилом, потому что дальник будет страдать. Это было глупо, с его стороны умирает. У меня хороший лайк. Лайк такой был. Вон, пресс-2 хрипов можно дать. Невчем она терять. А, так нормально. Решил не париться. Так, мне нужно сейчас купить боттл. Не попал в зонти мага. Ну, крест обязательно брать. С крестом можно на базу летать. Крест прям супер обязательно. Это как потп-шку. Линия пока тяжелая. И в целом у вас линия будет тяжелая на кунке. Потому что, ну, это оффлайн, прежде всего. На оффлайне всегда тяжело стоять. Отлично. Эфициально подальнюк и не бил, потому что я не хочу пушить. Ремонт нет, поэтому особо нечего бояться. С камак вроде рядом был. Ну, видимо, не рядом. Не, может, стики. Не, с камак покажет в этой игре максимально подруинивает. В смысле, что он мало того, что... Поэтому, кстати, не люблю ходить ни оффлайн, ни на фарм. Я люблю быть саппортом, который выигрывает линию оффлайнеру. Либо оффлайн... Либо саппортом, который выигрывает линию кору. Либо мидером, который выигрывает линию 1 на 1. Но я не люблю быть оффлайнером, потому что я очень сильно зависишь от саппорта. Вот так смотришь, да? Вот, типа, вроде все окей. Так, вот, подмойте все. Отлично. Великолеп, значит, сыграл. Так сказать, долго очень ждал крест и прокас его хорошо сделал. Мам. Мог добивать крипам, он просто испортил мне и себе его. Так, у меня много денег. На самом деле, я мог бы вообще долго... Ну, я мог купить ботл, но я куплю все фейзики. На самом деле, пусть они лежат на базе. Я, пожалуй, прослетаю на базу сейчас. Не знаю, хочу ли... Получается, мне нужно 75 плюс 50 маны, чтобы следить на базу. Она подожжет, пока не накапывает. И потом слетаю. Может, птичка на тимога не получит. Невешка не рассчитал. Математич, парни, математич. Ну, значит, физами вернусь, скаларите. Физами урон приятный будет. В этом плане очень круто играть на конке. Сходил, перегонялся. Что ты почему-то сделаешь? А, меня отскочил. А еще раз меня давай. А, еще раз меня! Хорошо. Понимаю, так сказать. Понимаю. Ну, через крипово давай тычки. Или вот так вот. Отменил тычку, кстати, почему-то. Я, можно, тимога убить, на самом деле. Можно сделать вид, что я отхожу. Плохо я. Виждок, давай, что проказ нажимает. Бля, потом хорошо сделался на виждок, бля. Каску на максимальный дальний скинул. Ну, я пока один стой про двоих. Вот видите, получается, только пятый левел. Все, начинает эта движуха постоянная. Кларити сбил ее, хп выявил. Человек просто подходит, они просто страдают от этих тычек. Достаточно фейсов или брейсера. Мне повезло, что я быстрый фейсов купил. В основном, такое не получается сделать. Так, заберу. Ну, кресло у меня кд, поэтому никак. Вообще, есть вариант сыграть через торрент, но у него блинка есть. Что-то у меня сейчас просто пикларити. Снимаю раз. Сразу же корабль по таймингу. Как только он прилетит, я его спущу. Так, вот дэм, идеальный тайминг. Ну, там, видите, конечно, сапор стоит за спиной, пока что идеальный. А, ну еще и вещдовка. Может, я вещдовка рублю, кстати. Ну, так сойдет. Скорее всего, умру уже, в общем, редикт большого левела. Но я могу попробовать его что-то выйти, типа, два брейсера будущих. Это нормально. Так, ну, если я стою один, стою кое-как, это нормально. Меня это устраивает. Ой, никакой шаринг. Два брейсера, два брейсера, статы на линию, это по кайфу. Ребят, не горите, если вас душат, так как и меня душат. Это нормальная практика, когда вы берете и идете в оффлейн, вас прям душат, вас уничтожают, вам сложно. Делайте так дальше. Максимально стойте на линии и тычкуйте таймбрингером. Мало героев дочек, которые могут от этого тычика выжать. У меня в этой игре ВИЧДОКТОР и этот, как его, ВИЧДОКТОР и ОГР. Два максимально жирных саппорта, против которых, ну, невозможно, сложно стоять. Сейчас как его убить? Не нужно сделать тычку, потом только нажать крес. Я под кораблем, поэтому мне не особо урон чувствуется. Но это было максимально сложно, потому что я торрент сразу же после корабля кинул, чтобы рассчитать все. Урон сам видите какой-то здоровый. Что, у меня шмоток-то нет особо. У меня какие-то фейзики, да и все, по сути. Ларити выпил, танкусик сейчас возьмем. Два брейсера перейдем. По сути, два брейсера, а после брейсеров выбираете, либо вы делаете алибарду на жир, либо вы после брейсеров выходите какой-то лотарчик, чтобы сейвать. Но я обожаю алибарду, я люблю два брейсера и алибарду. Мне прям нравится такая сборка. Потому что два брейсера и алибарды дают вам силу, а сила это урон. Если что, я один стою на линии, обычно с оффлейнером, то есть с любым станом от союзника очень легко играть. Но тут у меня одного стана нет, поэтому сложновато. Израиль нажал, потому что знал, что каски прилетят, поэтому не стану. А, ну каски меня, да снова скачет. Снова пантимага, попал крипов давил. Прям очень плохо на антимаге. Сейчас смог подойти сделать удар через крипов. Главное выжить после этого. Не подключить куда-то или что? Понимаю, понимаю, парни, понимаю. Все, я понимаю, отстаньте от пути. Добей, пожалуйста. Найс, мне устраивает. Если антимага изменивается в меня, меня это устраивает. Единственное, что я сарадип, потому что даю ему 400 золота. Не ему, а саппорту. Но меня это в левосе еще устраивает. Меня и дно не устраивает. Потому что меня это степешкинская магия. Ну, он так подойдет. У меня три плана линии. В треплы нормально, книжки, брат, саппорты съели. Ну, да ладно. В треплы сложновато. Вот, реально, такие жирненькие, все давят меня. Я буду выходить без троллибарда. То есть я беру... Хотя, почему тут, прочитываю тут олибарда. Там же нет героя. Можно вообще купить какой-то... Драмс, просто, чтобы пополней. И больше урона на линии иметь. То есть я возьму драмс и буду быстрее бегать. Нормально. Я без батла в этой игре играю, но... Наверное, это... Не, это неправильно. Касы повернутся. Хороший проказ. Каски макшены. Ималедикт. Приятный урон. То есть, ну, блин, у меня нет особо шмотов. У меня брейсеры какие-то там, ну... У меня брейсеры, у меня физики. Но при этом урона-то очень много, на самом деле. Ну, в последний момент выходит. Я думал, паду таран там. Страшно. Касок отойти. Он умрет. Вот этого человека. Обязательно, кстати, макси секрет. После того, как вы взяли за скилл. Потому что благодаря кресту сможете ловить. Ну и таран тебе достаточно... Он не увеличивает рейндж. Касок и вернулся. У него нажимают станы. Кстати, я пока танчу башню. Больно. Больновато. Я в 3-честок, ну да ладно. Иди по плюсик тебе к пересмерти. Урончик нанесу к пересмерти. Тоже, наверное, я был крест, что к пересмерти не спел. Ну, у меня что-то будто, знаете, весь мир играет против меня. Я пришел уфлейм. Надеюсь, что я буду душить. И по факту-то я бы душил, если бы я стоял. Хотя бы там 2 на 2 или 3 на 3. Но я в 3 на 3 постоял буквально пару минут. Мы сделали пару киллов и все. Чего ушли. Где в 10-й мой мидер? Тоже 10-й. Дизорка. Ну, неплохо на самом деле все. Ты же мне надоел от телефона. Почему он постоянно, когда я сижу, приходит мне какие-то смски? Я же ведь, ну, выключил звук. Почему ты продолжаешь приходить? Все, теперь точно выключил. Сори, ребят. Пока тяжело получается играть. Планируется писать кунку, такой, знаете, оффлейного, который мощный, бегает, убивает и как минимум помогает команде. В итоге получаешь у меня просто бьют и меньше не получается. Поэтому, sorry, я стараюсь. Не, вообще, можно так и на 50, на 57, ну, 50, на 100 секунд, на 100 секунд кидать, будет стакаться. То есть, вот тут на 53-я говорится. Тут, подводите их сюда. Не все это знают, опять же, но те, кто знают, они это обузят и какой-то кор, скажем, потому что сам темпларка очень крутых будет фармить. Это приятный обуз. Не все это знают. Там 58-я, 57-я секунда, там много времени, чтобы попасть в это, в это окошко. Тренируйтесь в лобби, это довольно-таки просто. Огор жирный, делает медасик. И 9-й левел, пойдут по швыклению. Я не люблю на флайнерах, потому что игры на них на запись не зрелищные, как правило. Я просто люблю больше стоять, подфармливать. Грамсики купил. Тут объективный дэмэдж, дэмэдж, лучший талант на кунку. Не хочу играть, а ведь это саппорт, у которого тонна армора, хп. Мне вообще не по кайфу. Я бы сделал тп пофармить, ну да ладно, я пока просто нажму торрентик. Может меня не видно сейчас, ну, может быть не видно, барабанчики приедут заодно. Крест нажал, стычку сделал, вернул, добил. Ну все это прям как по маслу. Пока Крест КД я не собираюсь, нужно проказ нажимать. Ну, меня спалил, поэтому точно умер. Буду, конечно, вот так вот сделать. О, это было красиво. На самом деле я хотел торрента по нему попасть, чтобы он не смог, но меня догнать, но он смог. Опять же, в топе Зелс, в топе Вич Доктор, в топе Антимаг, в топе Акс. Уже 5 героев побывало в топе. Знаешь, я мадровка была на фрифарме, правильно? Товка была на фрифарме. Ну, 224, нормально вроде. Так, ну дальше, наверное, просто бокал будет быстрее выходить. Ну, это, знаете, вот кунка, который флейн, который постепенно становится кором самым настоящим. Просто так, получается, получаю кэшбэк немножко. Ну что, не покупайте, не покупайте на него супер такие форме, еще это вы знаете, типа там, бфэшки, радики, что прям вот, я как мидер буду фармить. Не, так делать не надо, парни. Старайтесь играть больше на команду, то есть чики-барабанчики, полибарночку какую-то купить, там, там помог, тут помог. Хотите убью сейчас, я даю крест, удар, потом еще торрент, крест, у меня себя сообщее, ну не у вас стоял. Ломайте вард в этой области, парня, купите центре, дорогие саппорта. Саппорта не хотят покупать. Я хотел просто антимага сцепить, поэтому бежал туда. Хотя можно, что-то будет фармить. Создайся, наверное. Хочешься пофармить против шипсу доты, да? Фармишь, мужик. Аксбэдмэйлон, но это не страшно. Так, он будет катапульт, я могу с подойти. Вообще, как в деле, я начинаю проказы. Вот ходите, даете удар, потом только нажимаете крест, чтобы успел удар катиться. Потом нажимаете крест. Возвращайте на торрент под таймингом. Там снова удар. Что делать? Вообще же насрать мне, нет? Снова удар. Не возвращаюсь. Снова удар. Ничего сложного, парни. Кунка очень просто играет в исполнении. Нажали, удар сделали. Торрент нажали. Вернули. И снова можно сделать удар. Я бы убил, если мне в Айрканском или даже в соло. Ну или в случае. Выглядит все эффектно, так, знаете. Постоянно вот эти торренты, там, помощь команде, кресты красивые. Что-то выглядит эффектно, безусловно. Но за эффектностью скрывается обычное знание механик. Это вообще не сложно. И я думаю, что любой, кто хотя бы раз играл на кунке, понимает, что это реально просто сделать. Против кучи замедлений, когда тебе тяжело нажать просто атаку на противника и бить его. Против кучи станов. Неприятная игра против Джаггера, но опять же это реально. Не знаю, стакать следств, потом опробуем. Нет, не стакать. Ну либо я несправильно сделал. Не уверен. Когда я говорю, что не стоит играть жадно, это не значит, что всегда не играйте жадно. То есть всегда прям играйте через, ну, такие билды, как я, там, брейсеры, барабаны. Иногда бывают игры, когда все-таки можно купить, там, радики. Но это игры, когда у вас нет такого кора. У меня в этой игре темпларка. У меня в этой игре дровка. У меня в этой игре врка. То есть у меня все игроки хотят драться и носить урон. Поэтому я должен быть второстепенным кором. Иначе будет жадно и кому-то будет не хватать фарма. Я не хочу, чтобы и не мне не хватало фарма, и не союзников не хватало. И поэтому я просто прыгаю к ним сейчас и буду подраться. Я считаю, что я плохо это сделал, но они и без меня нормально дерутся. Я им просто много отдаю, на самом деле. Они так много в этой рефармах. Юсик беззащитных хайтомов. Когда противник беззащитных хайтомов, кунка этим пользуется. Он взяли, как вернется под крест, если что. Потом продлеваю это все торрентом. Ну, немножко не попал торрентом, но это не так важно. За этим еще челом пробежаться. Ну, меня видят, судя по всему. Не, не видят, у нас не убежит, не убегает. Лопади сюда. Всем пока. Мне подать торрентом тоже, на самом деле, приходит с опытом. Сыграет нам хотя бы 20 игр на кунке, и ты уже поймешь, что ты весьма неплохой торрент. Торрентмейкер, хочу сказать. Торрентмейкер, да? Да, да, торрентмейкер. Это самый торрентмейкер. Я хочу долбить башню с таким количеством хп. Очень круто отпушивать линии. В лейте можно купить даже те же самые рапиры. Вот в такой стадии, когда ты хочешь отпушить, но не умереть. Кидаешь на себя крест. Убегаешь на кресте, кидаешь торрент, тоже самое. Даешь тычку. Еще тычку. Торрент убивает пачку. Ты возвращаешься, получишь хп. Ничего страшного. Так, урон торрента или здоровье? Опять же, выходишь в ферл лейт, бери здоровье. Играешь на старте, бери урон торрента. Ну, я опять же, в любом, в игру будет, ну, не быстрый, так как там Зевс, и поэтому я взял легенда здоровья, весьма приятный талант. Так, Акс, у него 1500 хп. Есть ли у него НТП фбот, парни? Чего, поздно. Задар сначала взял. Не знаю, что делать, зачем он тут бегать вообще. А, да, вот. Тогда ладно, тогда ладно, парни. Это я понимаю. Парни хотя бы кораблем. Идам он башню скушит. Ну, это я понимаю, я не ожидал, что у меня вичдок любит выходить, пока я в команду душат в его лесу. Ну, опять же, это проблема для того, что у меня варда тут не мог бы сам себе поставить, но все же. Все, БКБшку купить, нормально. Что я сейчас хочу? Поскольку я выхожу такой в второстепенного кора, Алибар точно не нужна, БКБшка у меня уже куплена. Урон? Кристаллис, да нет, зачем? Я хочу выйти от такого куринка, который будет, ну, ну, жирным. И жирный мне дает медалька грейжена, мне дает пайп, но я не уверен, что в этой игре хочу их покупать. Вообще, поскольку я жирный, хочу быть, я могу купить тараску от Игры. Ну, тараска еще урон даст. Да нет, зачем, зачем? Куплю просто лотарчик, и лотарчик позволит, когда кунициировать, так убегать. Пробегу самок в команде. Нажму смог. Так как смог дает дополнительную скорость бега, то не в курсе. Пробегусь к команде. Старайтесь как можно меньше фармить, как можно больше делать грязи, когда у вас много коров. То есть, если у тебя есть дров в команде, просто иди и максимально создавай пространство для нее. Если у тебя есть мало коров в команде, то да, фарми и создавай, пусть в тебя стоит пространство. Кутка вполне хороший лейт персонаж. Понятно, что в этой игре у меня плохо получается, потому что я и в оффлейн пошел, и противники весьма трайхардили против меня. Ну, смотрите, смотки акса и мои шмотки. Так сказать, ты, твой парень, антимага поймал. Сразу же кидаем после того, как кинули крест в корабль, и под конец корабля мы возвращаем антимага, и должен выгрызить корабль, но я не знаю, почему я не смог нажать. Ну, меня устраивает. Меня устраивает, потому что с меня бьют. Видите, я иду просто вперед, жирный максимально. Барабанщики нажал, Зевса поймал, проник закинул, вернул. Сложно возвращать. Не помню, не знаю, что мне там помешало, наверное, я просто, ну, криворукий. Делайте поинобазу на топларке, я крест тебе там. Там он перегенится. Тоже слетая, перегенюсь, нормально, тема вообще. Так, ну, еще на руку при 2 фласки. В Акварите. В Акварите выпью, Акварите выпью. Так, сделаю. Чтобы вернуться, и дать еще Акварите какой-то в арке, и в классу какой-то в арке. Все, теперь можно пушить. Вроде как кунка просто, да, в итоге антимак-то страдает. Особенно, если к этому антимаку кунка хорош. В смысле, что ты ее на крест сажаешь, он уже не может играть до БКВ. И очень простой. Тебе ничего особо делать не нужно. Учись подать скиллами? То есть, как еще? Ты кидаешь крест, сразу же корабль, и как только ты корабль прилетает, возвращаешь крест, ты после этого продлеваешь тычкой. Хотя пока мне не тратят, потому что драки. Ну, Мидасик был на игре, поехали. Камак ушел, да, это поднял. Просто он рядом так, чтобы не знать, что-то ушел на скаймаге. Не знаю, что еще ушел, ты снова видишь, что в армии бежит. Развернись. Смотрел на карту, ну да ладно, без разницы. В любой момент все равно смогут летать на базу, как скаймаг. Можешь летать за каймагой на базу, если хочешь. Ну, летишь, нет? Пачку убить, просто можно скорее. Огромная дальность от скиллов, поэтому тоже важно это знать, использовать. Кинуть корабль, дабы уменьшить урон по команде. Именно, чтобы урон уменьшить, в этом больше смысла нет. Корабль обливает команду ромом, вы просто получаете урон позже. И, то есть, можешь сказать, уменьшаете его. Ну, все, даже таран не нужно, чтобы убить. Надо достаточно просто нажать крест. Это прикольно. Вот сейчас, ребят, играйте на кунке, игрой неимоверно простой. И я не знаю, почему так относительно редко берут на низком рейтинге в оффлейн. Мы можем под этот зайти, спокойно. Под этот. Под этот? Ну, пойдем под этот. Под юбку. Я даже ничего не жал, все равно не смог. Он же дал, что я иначе сыграю. Да ладно, я просто даже ничего не жал. Очень красивая, легкая игра на кунке. Надеюсь, вам она понравилась, ребят. Если да, поставьте лайки, напишите, кого еще в оффлейн записать. Я опять же не знаю, у меня в мыслях есть нича, но я не уверен. Я думаю, что я пофиксит скоро, я не вижу смысла записывать ее. В общем, Лёд, слушай, спасибо за просмотр, ребят. 20 минут на каточку, на кунке побегал, размотал. Максим второй скилл, Харасин на линии, выиграем белков. Всем удачи, всем пока.